Мне очень странно вообще, честно говоря, мания москвичей по поводу автомобилей. Я считаю очень глупым по три часа в день простоять в пробках в автомобиле. Я езжу на метро, эти три часа я потрачу на чтение книг, на работу, на общение с детьми, на женщину, так сказать, на спорт. Поэтому город всегда проиграет соревнования автомобилей. Город никогда не... Чем ты будешь расширять магистрали города, чем больше стоянок, тем больше будет автомобилей, собственно говоря, появляться. Поэтому борьба с автомобилем в городе неизбежна. Если ваши автомобили занимают пространство жизненное, платите за это. Вы с куричками стали бороться. А что же вы против себя, так сказать, тогда протестуете? Ваша машина, а легковая машина крайне неэкономичный способ передвижения. Две тонны, да, как, я не знаю, опять машина стала литературой, везут одного-двух человек. Еще занимает место и отравляет воздух. Ребята, скажите спасибо, еще сингапурскую практику вы увидите. Когда, чтобы купить машину в Москве, вы должны купить еще лицензию на машину. Да, и, соответственно, купить право на покупку машины. Потому что иначе, извините, я не хочу жить в городе, превращенном в сплошную автостоянку. Это объективно так. И вы еще станете с тем, чтобы, как у Ликванью в Сингапуре, если один человек есть в машине, это штраф. Вези с собой попутчиков. Господа, это объективно. Ребята, автомобилисты, ваше дело уже проиграно. В Москве проиграно, ребята. Москва не может превратиться в автомобильную, так сказать, в сплошную автостраду. Мы не можем снести вся дама, нам нужны и парки, и ежедневное пространство. И нам надо чем-то дышать. Вы, извините, ваши выхлопы, это отнюдь не розы, это угарный газ. Так что это от имени курильщиков вам, ребята. Спасибо.